приветствую вас все энтузиасты английского и я так думаю в данном случае кандидаты на сдачу дуолинго кто-то из вас уже сдавал его 1 2 3 33 разика и никак не может добрать то что ему или ей надо кто-то еще не сдавал и даже пробного не сдавал и вы только начинаете погружаться в этот чарующий мир дуолинго меня зовут репетитор дмитрий я регулярно помогаю людям по всему миру сдать тест английского последние полтора-два года дуолинго лидирует по количеству я в этом уверен это очень такой классный интересный я даже как как его слово подобрать на такой не похож на другие позитивный тест поэтому если вам ваш универ разрешил вместо ielts of toyfl of sat сдавать дуолинго то радуйтесь я не думаю что если вы попробуете ielts of toyfl глубоко то вы скажете да нет дуолинго не хочу хочу лучше toyfl всякое может быть безусловно мы все индивидуальны но в основном в основном радуйтесь что вам свыше дана такая возможность тест классный вот итак давайте немножечко по упражняемся на вопросе listen and speak listen and speak слушаем и говорим название говорит само за себя сейчас мы с вами одну я думаю два точно вопросика я отвечу много сильно не буду потому что чтобы отрабатывать очень все много то приглашаю вас на свои индивидуальные уроки которые стоят денег но дают классный результат вот а пока я думаю хватит нас и одного двух вопросов кстати вопросы эти были и что говорят ученики то есть то что вы сейчас услышите ну вы реально можете это встретить на своем настоящем тесте вероятность конечно не высокая ни один к одному но и не один к 100 миллионам поэтому поэтому всякое может быть так что еще буквально ну надо же делать парочку вступительных философских таких этих самых до чтобы настроить вас вам нужно говорить 90 секунд говорим 90 секунд никаких не 45 50 мне лень там я не могу я интроверт забудьте об этом вы говорите 90 секунд то есть вы должны поразить дуолинго своей словоохотливостью ну вот и всего делов более того вы должны говорить с энтузиазмом не как зажатое в угол бедное животное которую а с энтузиазмом то есть чтобы вы желали искренно говорить это очень важно это за это тоже прибавляются баллы в третьих самое страшное что вы можете делать на спикинге это делать длинные паузы ни в коем случае никогда не делаем длинных пауз вы скажете я собираюсь с мыслями вот будете собираться с мыслями будете сдавать дуолинго 25 раз то есть маленькие паузы да ну там пол секунды но секунда и то за этой секунды должно последовать ваш словесный потоп чтобы система поняла что это вы действительно собирали с мыслями ну как вы знаете о чем говорить ну вы так i think that you know from my perspective вот так вы выпендриваетесь это одна пауза после вступительных слов а другая пауза когда вы что-то говорите там so when he came to me и все и вот отрубите себе уже половину балла которые от 160 уже 80 можете отнять так что еще отвечайте на все под вопросики старайтесь которые вы слышите в вопросе очень многие вопросы содержат парочку под вопросов сейчас вы услышите конечно так как вы волнуетесь вы можете второй или третий там забыть это не страшно ничего такого ну фу но со всем их игнорировать тоже не надо у вас будет 20 или 25 секунд чтобы вот это послушать три раза вы можете послушать текст перед ответами три раза это классно то есть текст этот вопрос а а потом отвечаете нажимаете рекорд и отвечаете если вы нажмете не нажмете по моему рекорд то есть система сама нажмет он как бы рекорд то есть вас заставят но вы увидите что пора говорить иначе будет ой 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 такс ну что наверное пока и все что я могу сказать вступительные фразочки размышления переливы интонации это все классно это speaking это не writing то есть будьте славоухотливы так даже немножко redundant redundant на английском это излишне то есть типа когда вас слишком много это нормально вот это скрашивает скрадывает ваши недостаточки так называемой в речи чтобы говорить идеально нужен неимовернейший активный словарный запас английского которого у вас нету у 99 100 из вас а и даже если он и есть все равно это speaking послушайте как говорят там звезды когда дают интернет какие-то политики и бизнесмены да все равно мы разбавляем потому что это спикинг вот так я думаю я считаю да и надо еще же отметить что о да чуть не забыл вот в таком духе только не растягиваем эти фразы на минуту чтобы явно видно что вы даете этот наполнитель а остального вы ничего не даете потому что вы не знаете что сказать вот но без них тоже и наша речь получается слишком жесткой ультимативной как кгбшника речь на допросе поэтому нам такого не надо за это баллы не повысят так ну что хватит философствовать давайте сделаем если вы досидели до этой секунды давайте значит я сейчас без подготовок абсолютно никаких я не знаю что я там буду говорить чего вам супер мега пупер ответ не надо вам надо услышать от меня настоящий ответ чтобы вы понимали как она строится но спонтанно настоящий а не то что я напишу на бумажке как многие эти авторы там каких-то каналов и с нее прочитаю ну и чё дальше но это же не живой ответ окей поехали слушаем вопрос talk about an important decision or choice that you made in your life how long ago was it what was the result and was it a good choice ну давайте переведем на всех случаев расскажите о выборе серьезном который вы сделали в прошлом как давно это было какой был именно выбор и как бы был это хороший выбор или нет да то есть на самом деле несколько под вопросиков но не все подпадают под такую наш в нашу эту парадигму описание выбора вот то есть в принципе звучит много типа вопросиков но ничего страшного тут такого нет а сам давайте еще раз послушаем talk about an important decision or choice that you made in your life how long ago was it what was the result and was it a good choice ok ok now I'm going to speak сейчас я буду говорить сейчас я перестроюсь на английский чуть я уже за сегодня немножко устал поэтому может язык заплетаться и бред всякий нести ничего я вам гарантию даю что то что я сейчас Я сейчас тут нашепчу, мне за это дуолинго даст более 100 баллов. Это 100%, может быть, более 120 за продакшн. А большинству из вас 120 с головой хватает для ваших дуолингов. Окей, да, таймер 90 секунд я не засекаю, потому что он тут закончился у меня в программе. Это неважно. Я приблизительно буду говорить 90 секунд, может, немножко больше. Я уже за эти годы, как бы, по опыту я чувствую время. So, okay, speaking about those choices to make, I wanna say that I think everyone of us faces multiple choices in his or her life, but one that springs into my memory right now is a very important choice I had to make when I was about 16 or 17 years old. There was a dilemma for me either to apply to a local university, to linguistics, which I loved, or to apply to a local state university, academy. Academy, let's say, for, like, internal affairs. You know, yes, and my granddad wanted me to enroll to that Internal Affairs Academy, and honestly speaking, I always felt the love to linguistics, to coaching, to tutoring, so, you know, and I made the decision on the last day, just several hours within the deadline, and I applied to linguistics, which I'm very happy about now, because I feel that I'm doing what I love. It's really my cup of tea, it's really, I resonate with my activity, so I was very happy that I didn't follow the path indicated to me by my granddads, dads, moms, and so on and so forth, that I found, I plucked up the courage to follow my own bliss, which I'm really very happy about now. Now, I'm tutoring people every day, I do it upon this kind of endeavor, and, you know, so for me it's a blessing. Yes, something like that. Ну вот, смотрите, я, может быть, даже немножко меньше, чем 90 секунд, я не помню, ну, я не засекал. Если меньше, то... Если перед мной был таймер, то, поверьте мне, ну, я... Я бы наговорил до последней секунды. В идеале на последних двух-трех секундочках делаем вниз, как бы, интонацию, ну, как, ну, мы заканчиваем предложение, естественно. Если вы видите, что все нормально, если вдруг вы, ну, заговорились, да, ну, бывает, и вы вдруг увидели, ой, перескочило на следующее задание, ничего, я вас уверяю, я считаю, базируясь на здравом смысле и моем опыте, как учителя, что за это вам балл не снизят. То есть вы настолько щебетали там, да, что вы уже собирались заканчивать, но вы заговорились. Настоящий оратор, его же не снимешь с кафедры, понимаете, ну, вот, поэтому насчет этого не бойтесь. В сто раз хуже, когда вы поговорили не 90 секунд, а 35. Вот вы можете вставать и заканчивать тест, и идти домой. Ну, я шучу, не домой, а куда там, в кафе снимать стресс. Так, давайте еще один, еще один. Я не знаю, что сейчас будет за вопросик, честное слово, сейчас послушаем. Нам самое главное, что он настоящий. Да, еще возвращаюсь, посмотрите, я выполнил все то, о чем я вам так кричал. Говорил я более-менее быстро? Да. Это пару раз запнулся? Запнулся. Какие-то вступительные, соединительные делал? Делал. Энтузиазм у меня был? Был. Произношение у меня было идеальное? Нет. Ну, то и плевать на него. Что еще там? В общем, все нормально. Так, давайте слушаем. Окей. Ну, на всякий случай переводим. Объяснить свой любимый метод транспорта, передвижения. Автомобиль, паровоз, теплоход, пароход и так далее. Велосипедик, самокатик. И почему? Ну, давайте послушаем еще раз. То есть, смотрите, у меня уже в голове на самом деле, я когда услышал, у меня созрел, ну, о чем я буду говорить? Я уже давно все решил, чтобы лишнее время не колебаться, не мучиться там, где не надо мучиться. Окей. Ну, давайте еще раз, так как у нас три попыточки. Окей. Сейчас я поговорю. Повторюсь, я уже встал и я буду запинаться и так далее. Ну, вы тоже обязательно остановите видео. Или сейчас, или там второй раз, когда посмотрите. Остановите после этих вопросиков и поотвечайте. 90 секундочек, поставьте таймер. То есть, тогда этот урок принесет вам больше толку, чем куча уроков вашей Марии Ивановны. То есть, поучаствуйте в этом. Сами. Вот. А еще лучше, еще в 25 раз больше толку, если вы запишите себя на диктофончик, на телефон или на компьютер, и потом послушаете. Потом послушаете, попьете валерьяночку, а потом еще раз это сделаете, еще, еще. И уже валерьяночку вы пить будете в меньших дозах. Ну, я немножко иронизирую, конечно. Ну, большинство людей, когда они слушают себя первый раз, вот так вот, говорят, фу, какой кошмар. У нас у всех фу и кошмар. Но сдают же люди на 120, 130, сдают и на 140, и на 150. И индусы с таким акцентом, что там, ну как, обхохочешься итальянцы и французы. Там, ну реально, то есть, понимаете, акцент это, да, русский, такой матерый вот этот русский, он отвратительно звучит на английском. Ну, за это вам не снизят балл, ну как, и в основном у вас, я уверен, у вас неотвратительный вот этот русский акцент. Вот это у единиц такой, у старых дядек, которым за 50, там лучше им даже не давать на английском говорить. У большинства из вас, слава богу, сейчас другое время, вы обслушаны этими всякими там тиктоками и так далее, у вас другой акцент, мозг его улавливает, и он уже не так колбасит ее, как раньше. Поэтому, все у вас нормально, но надо поупражняться. Ну что, окей, our favorite mode of transport, да, буду говорить, я решил, что я буду говорить о машине, потому что я на ней езжу чаще всего, то чем не париться, да. Можно о велосипедике было, о паровозике, без разницы. Попытаюсь интуитивно, какой ваш, ну, чтобы разум подсказал, на какую тему вам будет лучше говорить. Может быть, вы вспомните, на какую-то тему вы знаете пару терминов, какие-то цилиндры, двигатели внутреннего сгорания, педали, тормоза, или, наоборот, там, паровозики, вагончики, купешечки, стюардессочки и так далее. Вот, если вы захотите, вы это сделаете. Окей, so let's talk about my favorite mode of transport, and I would like to talk about a car. You know, I've been a car enthusiast, I think, for 20 years, something like that. I own several cars, some old ones, and so I own, for example, an old Jaguar car, which I'm very crazy about. I try to drive it every day, though, unfortunately, that happens not daily, because I'm a busy person, and sometimes, for me, since I'm living in a small town, it's better to take a walk than to drive a car and stand in those traffic jams and breathe those exhaust fumes. So, you know, I love cars. For me, cars are the most human-like creatures ever created by a human being. About that, even Sir William Lyons, the founder of Jaguar Company, once said that, really, the vehicle is the most human and humane entity created by a human endeavor. Yeah, it's really so, I think. When you look at this in those lamps, yes, you're looking like at a beast, and this beast is looking at you and saying, oh, my master, I'm ready to jump, I'm ready to leap, and off we go. I think no other mode of transportation can provide you with such, can entice and invoke such deep feelings of pleasure, adrenaline, excitement, enthrallment that you are easily experiencing while you're driving a car. So, and also comfort, of course, and all other beaten characteristics, which I'm not going to enlist now, but you understand that a car is a car. You are your own owner and boss. You make pit stops where and when you want, like you drink coffee, you get the pleasure of acceleration and braking and everything. Yeah, no other means of transportation, I think, can provide you with such a personalized, deep feeling of real exaltation. Okay, well, that's in such a way. Here I've probably talked a little bit more than 90 seconds, but no worries. подумайте, как вы бы поговорили, а еще лучше, как я вам говорил, остановите видео и поговорите теперь вы о своем любимом транспорте. Запишите себя. Постарайтесь вот этот дух уловить, как я вам показал, что говорить без пауз, таких, ну, по крайней мере, запуганных, и с энтузиазмом. И никогда не расстраиваться, если вы где-то запнулись, а вы запнетесь. 35 раз, да? Это нормально. Вы же волнуетесь. Система четко понимает, что вы волнуетесь. Очень редко люди попадаются с такой системой нервной, как у питона, который вообще никогда не волнуется. Это один человек из 100. Остальные 99 волнуются, и они мямлят. Это нормально. То есть, если вы ошиблись, вы там, не дай бог, дюдас перепутали, ничего страшного, система, я уверен, у этих дуолингов, там алгоритм очень мощный, дорогостоящий, созданный айтишными гениями, который учитывает то, что вы волнуетесь, и все равно вам ставится оценка за такой некий гештальт, понимаете? То есть, за общую картину. То есть, если вы произвели несколько реальных шедевров, collocations каких-то, да, а потом случайно язык заплелся, и вы вместо ду воткнули даз, это абсолютно не означает, что вам будет там, условно сказать, что отрубят 80 баллов от 160. Это нет. Поэтому никогда не расстраиваемся. По ходу дела. И не приписываем себе, не пытаемся угадать свой балл. Вы никогда не угадаете. И поверьте мне, я сколько раз вижу, я уже иронизирую с учениками. Вот. Многие, что думают, все, капец, ну, бред, я не такой наговорил, да, будет нормальный балл, приходит все такое. Поэтому не пытайтесь определить. Отпустите, это говорится на волю божию. Отпустите и радуйтесь, что вам свыше, как я говорил, дано сдавать этот дуолингу в пижаме за 50 долларов и в любое удобное для вас время. Окей, друзья, я желаю вам успеха. Если вам нужен реальный курс, как бы интенсивный, несколько недель или пару месяцев от настоящего профессионала-виртуоза, который знает, что делать, как делать, когда делать и чего, то обращайтесь, я вам помогу. Ссылочки все есть в описании. Зазнакомьтесь обязательно с моими условиями, стоимостью, отзывами. Тогда потом пишите мне на WhatsApp и Viber и всякое такое. Окей, я желаю вам успеха. Встретимся в наших следующих уроках.